МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Ольга Пырлечкина. Смотрите сегодня. К врачу через госуслуги с 1 февраля меняется порядок записи через электронную регистратуру. Цепи сняты, столбы убраны. В Чебоксарах прошел рейд по гостевым парковкам. Горящее сердце Данка. Герои Максима Горького живут среди нас. Сбор подписей в свою поддержку начали кандидаты в президенты страны. Каждому самовыдвиженцу нужно собрать 300 тысяч подписей. Причем на один регион России должно приходиться не более 7,5 тысяч. На это у кандидатов меньше месяца. Старт в Чувашии дали 9 января. В Чебоксарах 5 точек. Еще одна в Новочебоксарске. Пункты по сбору подписей в поддержку действующего президента России расположились в крупных торговых центрах. Помогают заполнять документы волонтеры Владимира Путина. Это нужно сделать юридически грамотно. Ведь законность подписей еще будут проверять в ЦИКе. Я проявил свою инициативу. Я уважаю Владимира Владимировича Путина как человека, как политика. Мне он очень нравится. И поэтому я решил ему помочь в этом сборе подписей, в его поддержку. Никакой агитации на местах нет. Волонтеры лишь разъясняют, как проходит процедура выдвижения, регистрации кандидатов на выборах 18 марта. Прием документов от самого движенца в Центр избирком уже завершил. О своем желании баллотироваться уведомили 46 человек. Реально же подали документы лишь 15. Информация вся открыта, а решение ставить или не ставить подпись всегда остается за человеком. Путин, потому что он сейчас подписывает документы, чтобы у нас была рождаемость, чтобы рождались все дети. И в то же время дают пособие для рождения первого ребенка. Он Россию поднял на ноги. Все его боятся, Америка боятся, Китай. Все с нами сейчас заодно, если бы его не было, не знаем, что там дальше было. Многим жителям республики важна стабильность, выверенная социальная политика. А нынешний президент – человек из слова и дела. Если бы не его решение, квартиру бы мы точно не купили, потому что маткапитал очень сильно помог приобрести свое жилье. За это время уже видно, как он действовал, как он работал на своем посту. Других кандидатов он же новый, и там никого еще не видели в действии. Впрочем, не у всех с собой оказался паспорт. Сходить за документом они еще успеют. Пункты будут работать до 30 января каждый день, без выходных, с 12 дня до 8 вечера. Помимо этого, волонтеры планируют организовать поквартирный обход. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. В Чувашии полным ходом идет работа над посланием главы республики на 2018 год. Одновременно анализируется и выполнение прошлогоднего документа. Что было в послании 2017, и как это отразилось на деятельности различных сфер в нашем сюжете. В прошлом году Чувашия стала одной из пилотных площадок для реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды. На его реализацию было выделено 260 миллионов рублей. Еще 50 миллионов вложил республиканский бюджет. Комфортная среда пришла в 9 муниципалитетов. В проект на тот год включили 70 дворов и 14 общественных площадок, скверов и парков. Весной прошли общественные обсуждения, в конце лета начались ремонтные работы. А в ноябре специальные комиссии устраивали приемку. Полностью покрытие асфальтовое, полностью вот этого двора. У нас теперь нету ни ям, ни ухаб и ничего. И самое главное еще, вот освещение. У нас было три столба осветительных. Нам поставили дополнительные два. В послании 2017 года особое внимание было уделено и развитию дорожного хозяйства. Найти цель из бюджетов всех уровней были выделены значительные средства. Обязательство по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» Чувашия выполнила. Более 1 миллиарда рублей потратили на то, чтобы отремонтировать асфальтовое покрытие на магистралях Чебоксарской агломерации. 95 километров нового полотна, почти 30 в Чебоксарах. Также установили новые светодиодные знаки и ограждения, расширили перекрестки и сделали новые заездные карманы. Ну в целом хорошо, потому что какие были, какие стали, во дворах просто плохие остались где-то. Но не везде успели, в принципе, хорошо поработали. То есть по пятибалльной шкале какой отсылку поставить? Пятерку. Очень хорошо, очень молодцы. Я заметно. А еще были ямочные ремонты, а сейчас уже прекрасные. Ну, будем говорить, прекрасные дороги. Еще одна задача, которую поставил Михаил Игнатьев в послании прошлого года – завершить переселение граждан из аварийного жилья. Именно кухню мы сделали, чтобы для себя уютно было. А так мы больше ремонт ничего не сделали. Балкон у нас истеклили, балкон так же было. Ольга Аркадьевна Приходько переехала с мужем в двухкомнатную квартиру в микрорайоне Соленоя в июле этого года. За пять месяцев уже успели обжиться. Как мы заехали сюда, и этот. Ну, больше нет, больше никуда. Как будто мы здесь все время и жили. За четыре года новые квартиры получили почти 13 тысяч жителей республики. Решать проблемы аварийного жилья планируют и в будущем. Как в республике готовят профессиональные кадры, сегодня показали главе Чувашии. Михаил Игнатьев посетил техникум строительства и городского хозяйства. За последние годы здесь оборудовали новые учебные полигоны и лаборатории для подготовки команды к чемпионату WorldSkills. Обо всем подробнее. Дмитрий Ковалев. Сейчас давайте попробуем погнуть на 12 градусов. Ювелирная точность. Согнуть медную трубу при помощи специального прибора удалось с минимальной погрешностью. 89 получилось. Но учащимся техникум о подсилу и не такое. Готовясь к визиту главы региона, они собрали из труб древо жизни, как на Чувашском гербе. Своё мастерство ребята готовятся показать и всей стране. Этим летом они рассчитывают отправиться в Южно-Сахалинск на финальный этап чемпионата рабочих профессий. Надеемся, что мы взяли себе эту планку и взяли эти обязательства перед собой, перед главой, перед коллективом. Что мы будем стремиться для того, чтобы пройти отборочный чемпионат и представить, соответственно, республику на чемпионате, который в этом году пройдет в августе в Южно-Сахалинске. Учебные стенды техникума оснащены так, чтобы студенты могли, не выезжая никуда, отрабатывать теорию на деле. К примеру, в этой лаборатории будущие специалисты изучают вентиляционные установки, кондиционеры и газовые котлы. Сколько лет готовите? У нас же в республике никто не готовил их практически? Никто. По сегодняшний день? Три года и десять месяцев у нас специалисты. В лаборатории техникума студентов начали обучать и работе с альтернативными энергоисточниками. Генерировать солнце и ветер в амперы помогают современные установки. Вот этот вертикальный осевой, он при скорости 2 метра в секунду уже дает энергию. А так как у нас помещение закрытое, потока ветра не бывает такого активного, да, мы выбрали вот такой вот ветрогенератор. Такими лабораториями сейчас может похвастать далеко не каждый вуз страны. Глава республики отметил, что перед студентами техникума открываются большие перспективы. Рабочие профессии сейчас пользуются спросом. Сейчас у вас времени очень много. Меньше дискотек, меньше договорно-развитковательных центров. Советы студентам глава республики давал со знанием дела. 36 лет назад этот техникум закончил и сам Михаил Игнатьев. Дмитрий Ковалев, Ироссель Мухаметов, Республика. Индекс промышленного производства может вырасти еще на 4%. Такие прогнозы дают в Министерстве экономического развития республики. Большинство крупных предприятий республики уже сформировали пакеты заказов на годы вперед. Ряд заводов до конца этого года намерены реализовать инвестиционные проекты. Новые производства в ближайшее время должны открыться на территории индустриального парка Чебоксар. Большие надежды в Министерстве экономического развития возлагают на завод «Промтрактор». Новый руководитель предприятия приступил к обязанностям с начала года. Сегодня контракция есть, но есть небольшие вопросы технического плана. А так, контракция есть, заводы уже приучили, приступили, поэтому работать будут. В кабинет к врачу через личный кабинет на портале Госуслуг. С 1 февраля меняется порядок записи в больницу через электронную регистратуру. Подробнее в сюжете. На прием к участковым терапевтам ряду узких специалистов пациенты могут попасть тремя способами. Получить лично талончик в регистратуре, записаться по телефону или в интернете. В двух первых случаях ничего не меняется, а вот в последнем появится нововведение. С 1 февраля при записи через электронную регистратуру система попросит авторизоваться через портал Госуслуг. Специалисты говорят, сделано это, чтобы защитить персональные сведения и исключить ошибки, которые случаются, когда пациенты самостоятельно вбивают данные. У постоянных пользователей интернета проблем возникнуть не должно. Система попросит зайти в личный кабинет на портале. Там в каталоге услуг нужно выбрать раздел «Мое здоровье», далее пункт «Запись к врачу», затем медучреждение, специалиста, день и время приема. На самом деле это действительно не дополнительный барьер для пациента. Как многие, наверное, могут подумать, здесь есть и преимущество. Почему? Потому что через единый портал государственных услуг у нас прежде всего пациенты получат к личному кабинету пациента «Мое здоровье». И более того, к концу 2018 года любой пациент уже может при желании оставить свой отзыв о любой медицинской организации. В медучреждениях нашли еще один существенный плюс новой системы. Большая часть пациентов, практически 75%, она все равно записывалась через интернет. 10% записывались по телефону и 15% через личное посещение в регистратору. Но была проблема в том, что часть пациентов, которые записались или через интернет, даже большая часть, или через обращение, например, по телефону, они не приходили. И информировать и напомнить их об их визите, например, мы не всегда могли, потому что они не оставляли номер телефона. Сейчас с новым форматом записи на прием к врачу у нас будет в наличии номер телефона, по которому мы можем связаться с пациентом. Записать через портал госуслуг можно не только себя, но и, к примеру, ребенка или других родственников. Кроме того, там же можно прикрепиться к тому или иному медучреждению. Ольга Пырочкина, Дина Кустова, Андрей Спиридонов, Республика. Было на свете сердце, которое однажды вспыхнуло огнем, и вот от него эти искры. Вот уже пятый год подряд Российский фонд социально-культурных инициатив награждает нагрудным знаком «Горящее сердце» тех, кто выбрал эти слова из рассказа Горького Данка о своим жизненным девизам. Среди героев нашего времени Семен Семенов из Чувашии. Я из последних сил буду цепляться за то, что дали мне отец и мать, за их любовь, за сказки жизни, за огонек в моей душе, за то, что я зову отчизны, за стих, что посвятил жене. Возможно, и не в этом счастье. Откуда же знать в 17 лет? Но, впрочем, знаете, я счастлив. Сомнений не было и нет. Сомнения, если и были у Семена, то только в детстве. Сейчас от них не осталось и следа. В 4 года ему поставили диагноз ДЦП. Но сейчас при взгляде на этого общительного и уверенного в себе 17-летнего парня не возникает ненужной жалости и стеснения. Семен Семенов учится в Чебоксарской школе номер 37, пишет стихи, играет в КВН, занимается тяжелой атлетикой. А еще по его сценарию сняли фильм. Он лидер школьного самоуправления, инициатор и автор социальных проектов. О всем, я могу сказать, только хорошее. Мы с ним сидим уже 3 года, на такой час, куда я знаю его всю жизнь. Мы с ним можем ругаться, мы с ним и меримся. Но я всегда знаю, что он придет, что он даст дельный совет. Нет никакого неравенства в природе. Все в вашей голове. Ключевая фраза одного из социальных роликов проекта «Позитивное ТВ». Семен вместе с одноклассниками планируют создать свой пресс-центр в помощь республиканским СМИ. Ребята уже сняли несколько видеоматериалов об инклюзивном образовании. Суть проекта в создании позитивного контента, который мы распространяем на площадках информационных, через каналы, через прочее, через ВКонтакте, через Инстаграм. И в 2018 году мы уже хотим сотрудничать с такими телеканалами, как ЮТВ, там национальное телевидение, Чуваши и прочее. Я надеюсь, что нас поддержат. Мне это важно и действительно помогать людям и своим примерам. И просто чем-то руку помощи подать в какой-то сложной ситуации. Для меня это тоже приятно. И когда человек себе улыбается. Подвиги бывают разные. Так Семен своим примером доказывает, что нет ничего невозможного. Нужно просто очень сильно захотеть. В этом году он удостоился награды от Всероссийской общественно-гражданской инициативы «Горячее сердце». 15 февраля в Москве наградят самых достойных. Получить знак «Горячее сердце» для меня это достаточно почетно и волнительно. Потому что я знаю, что там есть сотни ребят, которые сделали поступки не менее отважные. И когда ты находишься в этой среде, понимаешь, что вот они люди, которые действительно что-то делают, о чем-то заботятся, работают. И быть в их числе очень приятно. Семен и дальше хочет вдохновлять всех своим примером. Подобно Данка, он готов всем попавшим в трудную жизненную ситуацию освещать путь своим горячим сердцем. Юлия Важенина, Анастасия Алангина, Сергей Адушкин, Республика. Цепи, столбы и шины. С помощью этих предметов многие жители Чебоксар делают себе персональные парковочные места. Однако это не законно. Представители районных администраций регулярно проводят рейды. В одном из них побывала и наша съемочная группа. Застолбить себе место на парковке во дворе одного из домов по улице 324-й стрелковой дивизии уже не получится. С автоблокираторами сотрудники Калининской администрации справляются в два счета. Улица Шумилова. Адрес другой. Ситуация та же. На помощь снова приходит волгарка. Такие рейды проходят раз в месяц. И без улова специалисты пока не возвращались. Всего у нас более 700 многоквартирных домов в районе. Процентов 10-15 этих домов есть в дворовых территориях, где установлены были ждачи. Согласно правилам благоустройства территорий города Чебоксар, проезжую часть внутридомовых территорий и гостевые парковки в придомовых территориях являются местами общего доступа. И запрещается установка шлагбаумов, ограждающих устройств. Штрафных санкций за нарушение этого правила пока не предусмотрено. Но в будущем все может измениться. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Мастерство, сила души. По таким названиям в музее чувашской вышивки открылась персональная выставка народной мастерицы Людмилы Болтаевой. На ней представлены костюмы и украшения чувашских женщин. Сегодня все мы стараемся как можно надежнее скрыть свои персональные данные. А наши предки – народ добрый и открытый. Наоборот, всю информацию о себе выкладывали в буквальном смысле на одежду. Украшения и наряды заменяли собой паспорт. По ним можно было прочитать, какого возраста, из какого рода человек, семейное положение и даже профессию. Для нашего поколения это искусство как китайская письменность. Расшифровать ее могут только истинные мастерицы. Людмила Болтаева может выступить в роли эксперта. Девушка у нас всегда была, на голову надевали тухью, головной убор, в сравнении. А женщина всегда на голову надевала хушпу. И теперь опять у женщин на груди шульгиме, такой древний оберег защита. А у девушки пока его нету, потому что девушка шульгиме не надевает на грудь. Хушпу, ама, алга, сула и другие украшения раньше делали из чистого серебра. И весили они больше двух пудов. Чувашских женщин такая тяжесть совершенно не смущала. Их мужья зачастую, как и в случае Людмилы Болтаевой, были умелыми мастерами кузнечного ювелирного дела. Сейчас мы применяем уже другие материалы, потому что серебро это дорогой все-таки достаточно материал. И мы применяем уже современные блестящие белый металл. За такой красотой кроется несомненно кропотливая работа, требующая не только творческих способностей, но и усидчивости. Силы воли чувашским женщинам не занимать. Это у них в крови. На чердаке стоял сундук, где от бабушек, дедушек, прабабушек остались всякие украшения, бисер, монеты. И вот она всегда там играла. И потихоньку собирала для себя украшения какие-то. Это все здесь заложилось. А сейчас, когда со мной познакомилась, я этим уже занимаюсь профессионально, у нас получился вот такой тандем. Примечательно, что вот Людмила и Николай, они не отдельно работают. У них идеи, вот эти мысли, как они мне рассказывали, я их знаю давно, дружим. Они рассказывали, что вот эти идеи, они рождают вместе. Умение и труд все перетрут. И даже границы между странами. Старший сын Болтаевых Азамат сегодня живет в Чехии. По его проектам, чешский монетный двор чеканит самые красивые деньги. К слову, в июле прошлого года в Чебоксарах состоялась его первая персональная выставка. Серебро не ржавеет. Чуваши его предпочитали золоту, наверное, еще и за целебные свойства. И как не поверить, что своя ноша не тянет. Ведь в ней закаляешь тело и черпаешь силу духа. Мальвина Петрова, Сергей Адушкин, Республика. Таким стал этот четверг, 11 января. Я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok